всем привет дорогие друзья рад вас видеться на канале феншоп полезные и не очень сегодня у нас новостной блок но перед тем как мы узнаем свежие новости попрошу тебя подписаться если до сих пор не подписан на канал поставить лайк под этим видео и написать какой-нибудь комментарий спасибо а теперь приступаем погнали недавно в сети появилась информация о том что графический процессор для видеокарт серии rtx 4000 поступают на 5 нанометровую производственную линию диссерт мс тестирование будет проводиться около года и к октябрю 2022 года видеокарты должны появиться на полках магазина на этом хорошие новости к сожалению заканчивается один из зарубежных порталов публиковал утечку ориентировочных цен на видеокартах новой линейки rtx так rtx 4090 будет стоить у нас 3000 долларов rtx 4080 1200 долларов rtx 4070 приблизительно 800 долларов rtx 460 будет стоить у нас 400 долларов напомню стартовые цены новые видеокарты серии rtx 3000 были следующий rtx 3090 у нас заявлено было на полторы тысячи долларов rtx 3080 ориентировочно должна была стоить 700 долларов rtx 3070 500 долларов и не поверить это x 3060 всего 330 долларов да да именно это x 3060 который сейчас самая востребованная на рынке достигает порядка 1200 долларов она по заявленной цены должна стоить всего 330 цены на rtx 4090 может увеличиться аж вдвое даже для недорогой модели самой младшенькой версии rtx 4060 возможное увеличение стоимости достигает 21 процента инсайдер сказал что эти цены призваны ослабить энтузиазм майнеров но вряд ли это поможет обычным игрокам к этой информации следует относиться с осторожностью в то же время текущая рыночная ситуация пока не предполагает улучшение сожалению заявленные цены и кажутся такими нереалистичными напомню что кодовое название графического процессора новой линейки rtx 4000 будет а до лейвэс ожидается что она будет построен на ядре иди 102 и будет иметь до 18 тысяч 432 куда ядер что на 71 процент больше чем по архитектуру empire добавьте к этому переход на новый 5 нанометровый техпроцесс и вы можете ожидать при увеличении производительности rtx 4090 и rtx 4080 аж в два раза в сети появились сравнения работы процессора нового intel core i9 12 900 кей на windows 10 и windows 11 авторизованный сетевой аналитик поделился результатами тестирования процессора intel core i9 12 900 кей будущего поколения андерлейк с windows 10 и windows 11 производительность чипа сравнивалась популярном наборе тестов си софтвор сандра ходе тестирования было обнаружено что процессор работает немного быстрее на windows 11 зависимости от типа нагрузки речь идет о преимуществе от 0 до 14 и 8 процентов среднем это преимущество составила 8 и 5 процентов скорее всего в этом заснука технологии интер трейд директор процессоры нового поколения поддерживают ее на аппаратном уровне эта технология отвечает за передачу данных в планировщик windows 11 что позволяет более эффективно балансировать нагрузку ядер напомним что эмбарго на публикацию обзоров тестов процессоров intel 12 поколения спадают 4 ноября ранее голландское представительство компании amazon снизила розничные цены на процессоры серии интерал андерлей для топового процессора интер корр а идеи 12 900 кей в европе они будут стоить около восемьсот пятидесяти евро самая младшая модель intel core и 5 12 600 кей стоит 325 евро но все ребят буду заканчивать спасибо что досмотрели видео до конца ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал туда до сих пор не подписан и напишите внизу как вы думаете получится ли вернуть себе интел лидерство жесткой зарубе с мд очень будет интересно подоблюдать за их ней схватку всем мира добра и позитива и пусть все у вас будет по фэншую пока пока